Так, чё это у меня со звуком? Какая-то параша. Сейчас поправлю. Ну-ка, 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 вот. Так-то лучше. Приступим. Приключений на голову и прочие части тела я так и не нашёл. Особенности жизни у пони, если хочешь неприятностей, создай их себе сам. А у меня уж как-то запас иссяк. Так что мы с Трикси просто шатались по окрестностям и болтали на разные темы. По сравнению с той пони, которую я когда-то встретил на полузаброшенной станции рядом с фирмой Пай, она продвинулась далеко вперёд. Или назад. К той себе, которая ещё же ребёнком, уверенно, шла в одиночку неделями, зная, что всё и по плечу. Лучив момент, Беата начала расспрашивать меня про земных иллюзионистов. Я, насколько помнил, пересказал из сериала «Тайны великих магов» и ещё несколько бытовых фокусов, разоблачения которых я знал. Единорожка пришла в восторг и, сказав, что хочет попробовать что-нибудь из этого повторить, потащила меня на рынок, закупать ингредиенты для тех трюков, что попроще. После мы заглянули в отель, скинуть сумки, а потом направились во дворец. И я тестировать свежообретённую шапочку из фольги на оликошках, а Трикси просто за компанию. В ходе эксперимента я познакомил Кейденс и Беату, попросил из решения обследовать дворец, когда закончу ремонт очков, поинтересовался, куда делась Твай с подругами, а оказалось, уже уехали. И всё это время пристально рассматривал оликорну, беззастенчиво предаваясь пошлым мыслишкам. Обычно это я стараюсь на них не смотреть лишний раз. Кейденс ничего не замечала, и тогда, для окончательного подтверждения теории, я стянул с головы бандану. Оликорна сбилась посреди фразы и густо покраснела, а потом наградила меня укоризно смущённым взглядом. Но при Трикси говаривать мне за такие шутки не стало. В общем, результатами тестирования шедевров кристаллотекстильной промышленности и шарм я был удовлетворён полностью. Единственным непродуманным моментом эксперимента было возвращение в отель. Идти было неудобно, по некоторой физиологической причине. Кейденс-то хорошо, она сейчас пойдёт и Шайнинга порадует, а мне через весь город идти, да ещё и с Беатой. И я очень задумчиво посмотрел на единорожку. Что? Отвлеклась она от своих мыслей и тут же заметила некоторые изменения в моей анатомии. Это то, что я думаю? Ага, ухмылинулся я. Именно. И я надеюсь на удачное завершение свидания. Ни за что! Отрезала Трикси и спустя секунду завопила. И это не свидание! Кайфа ломщица. Ихидно улыбнулся я и на мгновение показываю язык единорожки. А то ещё решит, что я всерьёз. Ну-с, нет так нет. Надо бы на что-нибудь отвлечься. Вот спрашивается, если Ченжингер жрут любовь, а ставим в стороне физику процесса, то какого хрена я испытываю желание вместо голода? Насколько же было проще жить? Особенно в случае с Селестией. У неё всегда неподалёку есть тортики. Посмотрел на Аликорну, уснул тортик. Всем хорошо, кроме фигуры. Моей. Это Ти и пофиг. Хотя, если так подумать, то Луна с Кейденс имеют примерно одинаковый размер и выглядят весьма стройными. Ти, в общем-то, тоже стройная, но при этом вдвое больше. А что если у Аликорнов метаболизм такой? Они не толстеют, а продолжают расти, сохраняя нормальные пропорции. Если я угадал, то неудивительно, что Луна держит себя в такой строгости. Плохой пример всегда перед глазами. Когда мы вернулись в отель, Беата сразу ушла в свой номер крафтить реквизит для фокусов. Бедная твая, её ждёт несколько весьма неприятных минут. Судя по тому, как у Трикси горели глаза на описание членовредительских трюков. Особенно единорушке понравились протыкание шпага, метание ножей и кремация. Ха, надо будет уболтать и выбрать хотя бы что-то одно, а то пони слишком впечатлительные. И я тоже ушёл в свой номер, заниматься стиркой. Закончив с этим, принял душ и направился к Джейд, лишь на секунду заскочив к Трикси. Предупрежу уж, чтобы не беспокоилась. Вот же ж, приручил на свою голову называется. Когда я пришёл в мастерскую, там уже собрались все оставшиеся шармы, общим числом в пять штук. Одна из сестёр готовила еду, ещё две наседали на Джейд с какими-то расспросами. А единственный жеребец задумчиво изучал сделанную мной линзу через очень знакомые очки. На меня первоначально даже никто и внимания не обратил, дав мне возможность всех разглядеть. А Джейд, видимо, самая старшая и на куче самая тёмная. Примерно её возраста и жеребец, солнечно-жёлтого цвета с фиолетовыми глазами. В общем-то, они с Джейд очень похожи, разве что он жеребец и с инвертированной расцветкой. Ого, а может именно так работает понятие генетика? Цвет первого жеребёнка выбирается случайно, а цвет второго противоположен первому. Похоже на правду. Шайнинг, Твай, Селестия, Луна, Джейд и её брат. Ха, Рерити и Свити. Нет, комбо-брейкер, они обе белые. Жалко, хорошая теория была. Остальные сёстры были ощутимо младше Джейд, производя впечатление вчерашних жеребят. Вроде того встречного кондитера в контрлоте. Как там его Карвина? А, наконец-то! Заметила меня Джейд и, вырвавшись из круга сестёр, выбежала мне навстречу. Ты очень вовремя. Народ, идите сюда! Звать повторно никого не пришлось. Жеребец сбросил очки на стол, с кухни прибежала третья сестрёнка, и все они, за исключением Джейд, принялись беззастенчиво меня рассматривать. Уууу, не люблю, когда меня разглядывают. Особенно, когда это делают сразу несколько лю... Кхм, по ней. Арт, очень приятно. Надо же с чего-то начать. Гарнет Шарм. Предстался жеребец с лёгким кивком. Агата Шарм. Вслед за ним произнесла первая из младших сестёр, а серая кобылка с тёмно-фиолетовыми глазами. Оникс Шарм. Вторая, белая с голубыми глазами и забавно уложенной гривой. Сфена Шарм. Самая младшенькая, которая на кухне возилась. Такую расцветку я ещё не встречал. Ощущение, будто она не шерстка растёт, а короткая трава. Грива и хвост длинные, чуть волнистые, но тоже кажутся травяными. Даже глаза зелёные. Прирождённые диверсанты летних операций. Хм, любопытно, что у всех пяти однотонная расцветка. Гривы такого же цвета, как и тело. Может, чуть отличаются, но не настолько, чтобы к этой разнице можно было подобрать другое слово. И снова молчание, сопровождаемое интенсивным разглядыванием. Ух. Ладно, это уже неловко, вздыхаю я. Джейд уже всё рассказал в общих чертах? Я согласился учить своим методом работы с кристаллами. Как она объяснила, они схожи с теми, что использовала ваша семья. Только без зелий. И длительных тренировок. И у него есть эмоции. Видите, видите? Воскликнула Джейд. Разве? С сомнением отозвалась Оникс. Это неважно, веско произнёс Гарнет. Я видел результаты его работы, и они превосходят то, что делает наша семья. Чем же? Заинтересовалась Фена. Точное воспроизведение схемы, прежде всего. Структура кристалла точно такая же, как на схеме. А этого могли добиться только те из нашей семьи, кто овладел врождённым даром. Если такого можно научиться, то мне плевать, как именно. Может, он тоже одарённый, а теперь морочит нам головы? Возразила Оникс. Он показал мне конструктивную пустоту, возмутилась Джейд. И с нашей стороны очень невежливо обсуждать это вот так, словно его здесь нет. Мягко заметила Агата. Простите их, пожалуйста. И давайте продолжим разговор за ужином. Я пойду, накрою на стол. Сообщила Сфена, убегая обратно на кухню. Подожди, я помогу. Бросилась за ней Агата. Я нахально прошёл дальше в гостиную и плюхнулся на диван. Оставшиеся шарм последовали за мной, но сесть рядом решилась только Джейд. Допустим, что вы можете обучить нас тому, что вы делаете? Оникс мотнула головой в сторону стола, за которым Гарнет изучал линзы перед моим приходом. Что вы потребовали замен? Знания в обмен на знания. Пожал плечами я. Всего лишь? Недовольно щурится Пони. Этот дурацкий допрос начинает меня раздражать. Будто на землю вернулся, честное слово. Хочешь помочь? Почти на халяву? Не верю. Где подвох? А что ещё вы мне можете предложить? Бью сразу по больному. От вашего рода остались только пустая оболочка. Пять вчерашних жеребят и куча рисунков, которые они не могут воплотить в жизнь. Она резко мрачнеет, а я чувствую слабый укол совести. Артур, возмутилась Джейд, это грубо. Грубо, но справедливо, хмыкнул Гарнет. Пока что. Со временем мы вернём себе прежнее имя и сами. И сколько на это потребуется лет? Сотни, я хмыкнул. И это помимо того, что у вас были откровенно топорные методы, судя по рассказам Джейд. Честно сказать, я не понимаю, почему вы отказываетесь от помощи. Потому что не понимаем её цены, резко ответила Оникс. Сомбра тоже сначала был всего лишь советником королевской семьи. И чем это обернулось? Почему существо, которое даже не пони, вдруг хочет нам помочь? Но с этими знаниями вы могли бы основать свой род, а не пытаться восстановить наш. Свой? Каким образом? Фыркую я. Я такой один на весь ваш понячий мир. А, блин, ещё я не убеждал принимать помощь. Не хотите? Не надо. Я не навязываюсь. Гарнет и Оникс переглянулись. А затем вместе посмотрели на Джейд. Та яростно замотала головой. Мы не отказываемся, возразил жеребец. Но мы хотели бы понять, что вами движет. Первая и основная причина заключается в том, что у меня нет всей жизни на то, чтобы изучать кристаллы. И я могу воспроизвести готовую схему, но не могу создать новую, поскольку не понимаю, как это делается. У вас же должна быть обширная теоретическая база, поскольку те же очки не сделать на одном лишь найти. У меня есть то, что нужно вам. У вас есть то, что нужно мне. Вторая причина – это просьба Джейд. За всё время, которое я живу в Эквестрии, пони ни разу не отказали мне в помощи. Я чувствую себя обязанным отвечать тем же. Краем глаз задавлю довольную хмылку Джейд. Оникс выглядит смущенно. А Гарнет кивает. Устраивает тебя? Интересуется он у белой пони. Ответь Оникс не успела. Агата и Сфена принесли в гостиную подносы с едой. С небольшим подозрением осматриваю положенную мне чашку на наличие камней. И после семейства Паи я придерживаюсь мысли о том, что лучше перебдеть. Правда, даже без камней суп всё равно оказался несъедобным. Любят же пони горькие вкусы. Так что я вновь обошёлся исключительно хлебом. «Хотел узнать», – произнёс Гарнет. «Сколько было неудачных попыток на изготовление одной линзы?» «Не одной», – ответила Джейд, прежде чем я успел даже рот раскрыть. Гарнет посмотрел на меня удивлённо. «Значит, ваши медды превосходят наши ещё и в этом». «Или же он одарённый. У них тоже никогда не было сбоев», – возразила Оникс. «Никс, он показал мне конструктивную пустоту», – обиженно произнесла Джейд. «А я уж точно не из одарённых. Может быть, это проложа случайность». Гарнет наклонился к уху сестры и произнёс что-то очень тихим шёпотом. Впрочем, по мордашке Оникс смысл послания понять было нетрудно. И предложили заткнуться и незрить потенциально ценный ресурс в моём лице. «Проверим сегодня». Закончил свою тираду Гарнет. «Артур, а в чём разница между вашими методами и нашими?» Нежным голосом спросила Сфена. «А ваших я знаю только по рассказам. Но вообще разница в инструменте. У вас слишком много усилий впустую уходит». Оникс хмыкнула. «А вы можете привести какой-нибудь простой пример?» Смущённо улыбнулась Агата. «Хм...» Я ненадолго задумался. «Да, пожалуй, могу, если кто-нибудь даст мне бумагой карандаш». Джейд скачила из-за стола и умчалась в глубины дома. «Блин, надо аккуратней с просьбами. Я же не имел в виду немедленно». Взяв принесённые по неё письменные принадлежности, я быстро накропал простую табличку с переводом из эквестрийских цифр в римские. Добавил маленькую инструкцию и преобразовал несколько чисел для примера. Шармы за это время как раз успели закончить с обедом. Сфена с Агатой унесли тарелки обратно на кухню и вернулись с чаем и корзинкой конфет. Готово. Смотри. Я протянул лист Агате, и около неё тут же собрались все остальные пони. Ваш метод можно сравнить с вычислениями в этой системе. Запись чисел уже неудобная. Скажем, число 748 записывается как DCCXLVII, а 293 как CCXCII. Даже чтобы сходу это понимать, нужны тренировки. А теперь попробуйте их хотя бы сложить. «Это же бред!» – возмутилась Оникс. «Вот-вот», – кивнул я. «То, чем вы занимаетесь, со всеми вашими изделиями, многочасовыми тренировками и отторжением эмоций, на мой взгляд, точно такой же бред. Все равно, что вырезать по дереву топором, а когда не получается – тащить лезвие, вместо того, чтобы взять резец». «Не тот инструмент, вот как…» – задумчиво произнес Гарнет. «Именно. Я развернул конфету и отправил её в рот. Если не тратить ресурс мозга зря, то результат будет…» Я замолчал, с новым интересом глядя на семейство Шарм. Все гениальное просто. И идея, пришедшая мне в голову, была настолько очевидна, что я даже обругал себя, чтобы был умол об этом только сейчас. Хотя раньше у меня не было под рукой целой кучи заинтересованных пони. Ныне же их пять штук. На одну больше, чем нужных мне линз. Офигенно. «Что такое?» – обеспокоенно спросила Агата. «Идея!» – с экстатичными нотками в голосе произнес я. «Вы ведь все пришли, чтобы на себе пробовать транс, верно?» «Транс – это конструктивная пустота», – пояснила Джейд. «Да», – кивнул Гарнет. «Вы хотите начать прямо сейчас?» «Я хочу… несколько дополнить программу», – улыбнулся я. «Ничего, если каждый из вас сделает по одной линзе». Шокированное выражение на повернутых ко мне мордашках. «Это безопасно?» – первой очнулась Агата. «Согласен». Почти одновременно с ней воскликнул Гарнет. «Но разве это возможно?» «Полностью безопасно», – заверил я Агату и посмотрел на жеребца. «И да, возможно ли это еще надо проверить? Если получится, то потом я объясню весь механизм в подробностях». «Что понадобится?» – решительно спросил он. «Вроде бы у нас есть все, что нужно. Кристалл-зародыш, глушащая бандана, доброволец… А, еще схема. Джейд, принесешь чертеж синих линз?» «Одно мгновение!» – улыбнулась она и мчалась в мастерскую. Я потер руки в предвкушении и ухмыльнулся. Оникс почему-то передернулась. «Ну что, кто первый?» «Да, вызвалась Агата, прежде чем Гарнетт успел хотя бы открыть рот». «Нет, я», – произнес он следом. «Камушек, прости уж, но ты разбираешься в кристалломагии хуже всех нас». «Это что, ласковое прозвище было? Странные вкусы земных пони, понятно». «Именно, мной можно пожертвовать», – решительно кивнула она. «Не надо никем жертвовать. Процедура совершенно безопасна», – произнес я. «Но у меня читать схему все-таки нужно». «Я умею, и я буду первой», – грозно сверкнула глазами Оникс. «Нет», – покачал головой я, – «ты не подходишь». «Почему?», – приширилась она. Я сунул руку ей под нос. Понька отпрянула и сделала пару шагов назад. Тогда я сделал налогичный жест в сторону Сфены, которая только непонимающе улыбнулась. «Ясно», – поинтересовался я, опустив руку. «Зелья и прочая ерунда не важны, а вот без доверия – никак». «Ты же относишься ко мне предвзято, так что только время зря протянем». «Может, тогда я?», – предложила Джейд, положив свиток со схемой на стол. «Я тебе доверяю». Ты уже была в конструктивной пустоте, так что тоже нет. Я задумчиво посмотрел на Гарнета, затем на Сфену. С одной стороны, гипноз-процедура немного интимная, особенно в случае с пони, которые хорошо отзываются на глажку. С другой стороны, Сфена единственная, кто не вызвалась добровольцем. Так что… Значит, Гарнет, пошли. Остальные двинулись за нами. «Так, нет, вы остаетесь здесь», – обломал их я. «Нам понадобится уединение и тишина». «На!» «Ник, остынь», – раздраженно произнес Гарнет. «Ничего страшного не случится». «Интересно. Вся такая суровая Оник слушается брата беспрекословно. Джей такого авторитета среди остальных не имеет, несмотря на старшинство. Больше нам никто мешать не рискнул». «Текс. Я разложил на столе схему, взял коробочку с зародышем кристалла и повязал на голову бандану. Сейчас я буду вводить тебя в транс. Расслабься, ни о чем не думай, не бойся, создаешься на моем голосе». «Понял». «Блин». И при этом он подобрался так, будто я им собираюсь из катапульты стрелять. «Я задумчиво побарабанил пальцами по столу. Успешность происследующих сеансов гипноза сильно зависит от первого. И если мне не удастся сделать это с первого раза, то потом возиться придется куда дольше. Все, приехали. Я уже привык к тому, что поньки сомнамбулируют на первом же сеансе. Массажировать его до состояния полной расслабухи можно, но категорически не хочется. Что же остается? Заболтать? «Долгое» и не факт, что сработает, поскольку я о нем ничего не знаю. Но за неимением других вариантов начнем с этого. Расслабься. Транс похож на сон и требует перво на тех же условий. Спокойствие, расслабленность, тепло. «Пытаюсь», – он вздохнул. «Ты можешь хотя бы в общих чертах рассказать, что собираешься делать?» «Хм, почему бы и нет?» «Мне тоже понимание процесса дает чувство спокойствия, контроля». Конечно. Трансовые состояния основаны на том, что мозг может работать в разных режимах в зависимости от необходимости. Современные исследования говорят о том, что сам механизм, скорее всего, достался нам от животных, для которых способность к осознанному параличу была спасением от обнаружения хищниками, чаще всего находящего жертву именно по движению. В сущности, способность к трансу является атовизмом, но сохраняется, поскольку плотно связана с нормальным функционированием мозга, вроде сна. Полного понимания принципа действия пока нет, но наблюдения показывают, что количество нервной ткани, отвечающая за передачу информации с сенсорных областей мозга к интерпретирующим, в 10 раз меньше, чем то, которое идет от интерпретирующих дальше. То есть, то, что мы видим, зависит от того, как мы это понимаем. Например, люди, в языке которых есть 19 слов для обозначения понятия серого цвета, способны безошибочно различать эти оттенки, а в то время как обычные люди не увидят разницу, даже если им сказать, что она есть. Как следствие, мы можем воспринимать совсем не то, что видим. Транс – это результат целенаправленного вмешательства в этот механизм. И чем глубже погружаешься, тем большие коррективы можно внести. «Ого», – жеребец усмехнулся, – «как на лекции в Университете геологии и кристаллографии». Очень плотно изучал вопрос, слегка смутился я. «Литературы прочел море. Все сказанное справедливо для людей, у пони механизм может и отличаться, но итоговый результат все равно тот же». «И как это делается?» «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», – усмехнулся я. «Готов?» «Готов». «Закрывай глаза». Я положил руку ему на голову, и он даже не вздрогнул, когда с легкой вспышкой исчезло кристаллическое сияние. Хороший признак. «Ну-с, да пребудет со мной льеба». Через битых полчаса мне все-таки удалось погрузить жеребца в транс. И еще минут 15 потратил на то, чтобы углубить его до сомнамбулизма. Дальше уже было проще. Отключить восприятие, за исключением моего голоса, потом открыть глаза, но видеть только линии схемы, и самая маковка – воплотить онную схему в кристалле. И все. Осталось только поддерживать глубину трансу небольшими подкреплениями и с интересом рассматривать, как кристалл-сырец неспешно уменьшается в размерах и меняет форму, словно горя в невидимом пламени. Выглядит весьма похоже. Даже воздух искажается, как над горячим предметом. Но утрогать кристалл в процессе наложения схемы я не рискну. В лучшем случае нарушу процедуру, а в худшем еще и обожгусь. Блин, ну если все получится, то это просто невероятно круто. Одно дело запоминать всю дохроническую схему и испродить ее из собственной памяти внутри транса, и совсем другое – воспользоваться преимуществом гетерогипноза и создать у реципиента синестезию наведенных реальных ощущений. В аутогипнозе, как ни старайся, открыть глаза с сохранением глубокого транса не получится. А здесь лафа. Вместо того, чтобы рисовать две с гаком сотни элементов по памяти, нужно просто мысленно обвести ручкой призрачные линии схемы. И если это сработает, ну не будем загадывать. «Готово», – сообщил Гарнет. «Уже час вместо шести. Почему эта идея не пришла мне в голову три дня назад? Ладно, жалеть о прошлом бессмысленно и излишне. Ты проснешься через десять секунд после щелчка, ты запомнишь все, что происходило во время сеанса. На установку я и щелкнул пальцами. И пока понь просыпался, я положил готовый кристалл в изолирующую коробку. «Это было странно», – задумчиво произнес жеребец, сразу как очнулся. «Можно взглянуть?» Я протянул ему коробку. «Надо посмотреть сквозь очки», – решил он. «Сможешь определить качество изготовления еще до колодца?» – поинтересовался я. «Нет, только увидеть самые явные ошибки». Он поднялся на ноги, и мы пошли наверх. Еще одно преимущество гетерогипноза – он куда менее выматывающий. «Никаких явных признаков усталости ни у меня, ни у него». «Гарнет!» – Агата подскочила и крепко обняла брата. «Все в порядке?» «Я же говорила, что все будет хорошо!» – радостно произнесла Джейд. «Немного кружится голова, но это неважно. Сфена, дай мне очки, я хочу посмотреть структуру». «Так ты был в конструктивной пустоте?» – поинтересовалась Оникс. «Да, более того, сделал заготовку линзы». «Так быстро?» – удивилась Сфена, положив очки на пол перед жеребцом. «Сам удивлен. Подождите меня здесь». «Я пойду проветрюсь», – сказал я и вышел на улицу. Вечер уже давно перешел в ночь, и надо мной раскинулось великолепное звездное небо. На мгновение я вновь ощутил себя на земле, в очередном походе за спокойствием. Мне даже померещилось потрескивание костра и запах дыма. Сладостную иллюзию разбила хлопнувшая дверь дома Джейд. Кому-то я опять понадобился. «Нет, все, решено. Слишком долго я сижу в цивилизации. Вернусь в Паннивиль и сразу умотаю в поход, куда-нибудь в глубины Вечно Дикого. Надо будет узнать, у Твайлета или Зикора, есть ли там озеро». «Что такое?» – спросил я, обернувшись на шаги пони. «Неожиданно, это Оникс». «И я пришла сказать, что нам нечего предложить тебя взамен». После небольшой паузы произнесла она. Я вздохнул. «Снова здорова». «В смысле?» «Знания о конструировании кристаллов были потеряны, точно так же, как и знания о вхождении в конструктивную пустоту. Наши родители забрали с собой все самое ценное, оставив только то, что другие не смогли бы использовать. У нас нет того, что тебе нужно». Внимательно разглядываю мордашку, но не вижу ни одного признака лжи. Болезненное упрямство, но и только. «Плохо», – резюмирую я. «Мы можем заплатить», – неуверенно предложила она. «Я хмыкнул. Деньги мне пока не нужны. Да, даже если бы и были, то есть куда более приемлемые способы заработать, чем бессовенно пользоваться чужим отчаянным положением. Не нужно. Я поделюсь знаниями просто так». «Чужаки никогда не дают ничего просто так». «Необычная точка зрения для пони», – хмыкнул я. «Хорошо, тогда уточню. Поделюсь знаниями просто так, если попросите». Она недовольно подопталась на месте, затем хмыкнула и вернулась обратно в дом. «Да, впервые вижу настолько открыто ксенофобную пони». Нет, конечно, я был в курсе, что они есть. Прочел несколько дурацких писем в духе «Янки Гоу Хоум». В одном меня обвиняли в том, что я хищник, и меня надо изолировать от мирных пони. Ну, я себя изолировал. Практически вечно дикого поселился. В другом автор требовал, чтобы я не смел приближаться к Эплузе. Не больно-то и хотелось. Поскольку я болею каким-то страшным заболеванием, от которого вся шерсть выпадает. А в третьем заявлялось, что от моей жестокой музыки уже ребят начинаются кошмары и просили ее отозвать. Каюсь, не отозвал. Дочитав где-то до пятого письма, я хмыкнул и отправил всю эту билиберду в мешок для растопки камина, вслед за пачкой с приглашениями на разнообразные вечеринки. Ксенофобия, штука естественная, определенная биологией, истихает сама по себе по мере узнавания и привыкания. Особенно, если она не поощряется обществом. А судя по тому, что подобные письма пони отправляли мне, а не сразу Селестии, за ксенофобию можно и по шапке получить запросто. Пони, в общем-то, и привыкли. Как доказательство, можно воспринимать тот факт, что после того, как угас первичный ажиотаж вокруг моей персоны, я подобной почты не получал. А в повседневной жизни пони были всегда как минимум вежливы, а как норма приветливы. За исключением Белджек, который меня избегает, Старшилда, который мне угрожал, и теперь Оникс, которая не любит донайцев, приносящих яйцев. Впрочем, скорее всего, это отмазка. Если бы я требовал плату, она бы свое мнение не поменяла, просто сменил бы подозрительность на уверенность. Но Эйджей с Шилдом хотя бы не ставили мне в претензию, что я чужак. Впрочем, хрен с ней с Оникс. Даже если бы она и хотела наотрез отказаться от моего предложения, то остальная семья ей бы этого не позволила. Джейд бы душу продала за возможность вернуть былую славу. А Гарнет ни за что не упустит возможность экономить пару сотен лет исследований из-за дурной сестрички. Жаль, конечно, что у них нет нужных мне сведений, но их сложные чертежи могут быть полезны, хоть на анализ придется потратить как минимум месяц, даже по самому оптимистичному прогнозу. Ладно, пора возвращаться. Ну как, интересуюсь у Гарнета, вернувшись в дом. Никаких видимых ошибок нет, отвечает он. Я опустил кристалл в колодец, завтра увидим, что получится. Прекрасно, киваю я. Кто следующий? Сфена, может ты? Уже поздно. Давайте лучше продолжим завтра, предлагает Агата. Мы ведь можем продолжить с утра. Я не против, завтра так завтра. Заодно увидим, нормально ли выросла линза. Я зевнул. Пойду я тогда. Слишком уж рано меня не ждите, я на рассвете не просыпаюсь. Хорошо, мы придем попозже. И большое спасибо за то, что вы делаете для нашей семьи. Улыбнулась мне Агата. Пока еще ничего особенного не сделаю. Улыбнулся я. До завтра. До свидания. Остальные пони тоже попрощались со мной, а Джейд и Сфена даже помахали лапками на прощание. Махнув им ответ, я вышел на улицу. Что-то голодно. Ужин уж армии практически пропустил, так что было бы неплохо зайти куда-нибудь перекусить, если еще не слишком поздно. Может в тот ресторанчик, в котором мы были с Айреном и стражниками. Он вроде был открыт в это время. Так, а где мой кошелек? Тьфу, блин. Я хламнул себя по лбу, развернулся и зажигал в обратном направлении. Рюкзак забыл. Вместе с кошельком, ключом от номера и планшетом. Хорошо еще не слишком далеко ушел. В доме Джейд все еще горел свет, да и родственников ее я не встречал, так что, вероятно, они еще не разошлись. Может, решили остаться у нее на ночь? Подойдя к двери, я занес руку для того, чтобы постучать, но остановился, услышав громкий спор. Вы двое. Донесся обрывок фразы Гарнета. Нет. Громко и категорично ответила Оникс. Он хороший. Обиженный голос Джейд. Он хищник. Интересно, что он занимается еще и музыкой. Примирительно произнесла Агата. Какая метка может обвинять музыку и кристаллы? Нота на ограненном камне? Предположила Джейд. Здесь написано, что у него вообще нет метки. Ответила Сфена. Именно. Он не пони. Мы уже поняли твою позицию, Никс. Раздраженно оборвал ее Гарнет. Энна, что думаешь ты? Может, сначала спросим его? Неуверенно ответила Сфена. Ты серьезно? Возмутилась Оникс. Судя по голосу, она очень близка к тому, чтобы выбежать из комнаты в ярости или слезах. Если она меня поймает, то будет неловко. Я громко стучусь, а затем открываю двери и вхожу внутрь. Спор моментально угасает и пони дружно отводят глаза. Я чему-то помешал. Улыбаюсь, сделав вид, что ничего не слышал, и указываю на угол дивана. Извините, я просто забыл свой рюкзак. Нагло пройдя внутрь, я с интересом смотрю, что они там изучают. О-о-о, ну да, самый полный источник сведений обо мне – эквестрийские газеты. Любопытство не порог, я усмехнулся. Только слишком серьезно к прочитанному не относитесь. Журналисты очень многие вещи специально описали так, чтобы их поняли превратно. Любят жареные сенсации не меньше, чем в моем мире. Закидываю рюкзак на спину и быстренько покидаю ошарашенное семейство, пока они не начали спрашивать меня самого. Ну какие же у них были мордахи! Как будто я их за просмотром порно поймал. Хихикая, я направился в ресторан.